ДОЙЧЕ БАНК Скандал уже негативно отразился на стоимости акций Deutsche Bank и вызвал озабоченность по поводу того, хватит ли финансовой организации капитала для покрытия потенциальных убытков. Как сообщает Independent, акции Deutsche упали в цене на 41%. Цитата. Сократили свои торговые и финансовые отношения с Deutsche Bank в течение последних месяцев, когда усилились опасения по поводу капитала кредитора, рассказали источники в банковском секторе. Как результат, в конце сентября акции финучреждения обвалились, установив новый многолетний минимум и вплотную приблизившись к 10 долларам за бумагу. Сразу после этого Deutsche Bank заявил, что уволит тысячу человек в рамках плана по сокращению штата компании. Шведский режиссер Сузанна Остен снимет фильм по ранее неизвестному сценарию знаменитого кинематографиста Ингмара Бергмана, сообщает шведская газета Dagens Noheter. Сценарий под названием «64 минуты с Ребеккой» был написан в 1969 году. Предполагалось, что фильм по нему будет снят тремя режиссерами. Кроме Бергмана, в проекте должны были участвовать Федерико Феллини и Акира Курасава. Однако в итоге проект не состоялся, и сценарий лег на полку. В начале 2000-х Бергман передал его в фонд, созданный для хранения наследия режиссера. По словам Остен, сначала сценарий будет представлен в виде радиопостановки, премьера которой состоится 6 ноября. Премьера фильма намечена на 2018 год и будет приурочена к столетию со дня рождения режиссера. Как отмечает Остен, в этом произведении Бергман выступает как убежденный феминист. «У него в фильмах всегда присутствуют сильные женщины, но в этом сценарии он идет еще дальше. Это картина не о романтической любви. Это сложный, многогранный рассказ о раскрепощенности, которую начали широко обсуждать в то время», сказала Остен в интервью изданию. Ингмар Бергман считается одним из величайших режиссеров авторского кино. Он скончался в 2007 году в возрасте 89 лет. В кузнице талантов русского балета Московской государственной академии хореографии оказался корреспондент японской газеты «Майнити Симбюн». В этом учебном заведении обучаются 150 мальчиков и девочек в возрасте от 11 до 16 лет. Половина студентов – иностранцы, среди них около 30 японцев. Историческая академия хореографии обладает тесными связями с Большим театром. Ее также называют Большой академией балета. Здесь ученикам передают традиции русского балета, который обладает 300-летней историей. Цитата. «Для девушек, которые увлечены балетом, это место подобно стране грез. Это замечательная школа, где можно заниматься балетом с утра до вечера. Когда я только пришла сюда, я была потрясена», – вспоминает балерина Масами Тина, первая японка, учившаяся в этой школе в 80-е годы. Став профессиональной балериной в Москве, госпожа Тина вошла в группу театра «Русский балет». Сейчас она солистка этого театра. Комментируя привлекательность русского балета, она подчеркивает, что его хореография наполнена человечностью, в отличие от европейского балета, больше похожего на гимнастику. Госпожа Тина долгое время не могла найти работу. Однако, вспоминая свое юношество, проведенное на занятиях в академии, она осознала, что именно эта школа может стать опорой для будущих начинаний. Газета «Индиан Экспресс» рассказывает о последних обновлениях, которые компания «Майкрософт» предложила своим пользователям на собственном мероприятии в Нью-Йорке. Как сообщает издание, «Майкрософт» представила масштабное обновление Windows 10, «Creators Update», при этом компания не раскрыла подробности изменений, а лишь коротко отметила, какие новые возможности дает новая версия. Основной упор в обновленной операционной системе будет сделан на создание и просмотр 3D-контента. Вместе с этим было представлено обновление приложения Paint, в котором теперь можно создавать объекты и обрабатывать снимки в трех измерениях. Другие приложения системы также обзаведутся новыми функциями, связанными с 3D и виртуальной реальностью, в том числе браузер Microsoft Edge. Цитата. «Если мы дадим миру возможность познакомиться с 3D, то наступит новая эпоха в преподнесении информации, новая эпоха инноваций. Создание 3D-контента должно быть таким же простым, как съемка фотографий», заявила со сцены генеральный менеджер Microsoft Меган Сондерс. Обновление выйдет не только для персональных компьютеров и ноутбуков, но и для смартфонов. Оно станет доступно для скачивания уже в начале 2017 года. Субтитры создавал DimaTorzok